Погода, дама капризная. Еще вчера мы лепили снеговиков, а сегодня кругом зеленая трава и то ли грязь со снегом, то ли снег с грязью. Межсезонье, одним словом. А как вы себя поддерживаете в тонусе в этот период? Чем себя радуете? Например, вышивание. Хороший фильм посмотреть, хорошую музыку послушать. Сейчас, например, нашла я по интернету дедулю слушаю. Очень хорошая музыка, успокаивающая в этот период. Позитивная. В основном мы гуляем, то есть выезжаем за город куда-то, в город. Только так. То есть, несмотря на серость, да, вот это вот какая-то чувачева под ногами, вы все равно гуляете? Ну, мы любим нашу природу, поэтому как бы нас это... А у природы нет плохой погоды. Согласна? Согласна. В период межсезонья чем себя тонизируете, чем себя поддерживаете? Как настраиваетесь на позитив? Только хороший сон. То есть побольше спать? Ну, сон, отдых, конечно, не загонять. Спасибо. Все позитивное мышление. Хороший сон. Это сколько ты сон? Ну, что в 10. Ого-го. То есть я стараюсь. А вы как обычно? Вы ложитесь пораньше или встаете попозже? Я встаю попозже. Это трусова? Да. Вкусно кушаю, сплю подольше, поскольку сейчас учебы нет у меня. Ну, в компьютере еще. Все. Работа, дети. То есть загруженность помогает пережить межсезонье и не депрессировать? Да. Да, работа. Некогда депрессировать. Некогда, абсолютно. С собакой гуляю каждый день по три раза. То есть почаще гуляем? Да, себя веселю, это, как сказать, веселю себя, да. Пойду с собачкой погуляю один с утра, в обед, вечером. Мы все время ходим на прогулку. Приходится лапки часто мыть? Да, все время. Вот только что бега сейчас, конечно. Секло, так хорошо было. А сейчас, да, после каждой прогулки моемся. Кто чем радует? А вы чем? Вот ли вы, что на улицу, и то радостно, что не дома сидеть. А какие-то витаминки пьете в это время? Ну, мы приехали недавно со средней полосы, так что мы там еще навитаминизировались. Так что пока ничего не употребляем. В общем, пока вам хватает среднеполосных запасов витамина Д солнечных. Пока хватает. А потом, видимо, рыбий жир. Как пойдет. Сериалы, кофе. Ну, или вспоминаем те снежные дни в детстве, когда мы катались на горках, веселились. То есть, брали из дома ватрушку или там ледянки, вот эти вот. И прям вот с горки съезжали. То есть, вы пьете кофе, значит, и придаетесь воспоминаниям. И ждете, когда снова выпадет снег. Вы возьмете ватрушку. И пойдем опять на горку. Да. Еще недавно был снег, мы уже тут все переобулись в зимние, автомобилисты, пешеходы. И сегодня опять у нас то ли весна, то ли осень, очень непонятно. Это такой, может быть, для многих безрадостный период. Как переживаете? Где черпаете силы для того, чтобы себя как-то так чувствовать бодро, весело? Дистанционка нас бодрила. Мы неделю учились на дистанционке. Так что скучать не приходилось нам. Так, ну хорошо. Ну вот смотрите, межсезонье началось буквально на днях. Как не загрустить в эту пору? Как не загрустить? У нас много, у нас детей дома много, нам некогда скучать. У нас трое деток, поэтому нам скучать некогда. А у меня очень редко бывает плохое. Так что, правда, мне не надо поднимать. Я просто радуюсь, что ничего не болит, что все живы-здоровы. Что еще? Что нет у нас войны, как где-то там. Так что вообще человеку ведь немного, в принципе, надо. Вот в этот период чем себя порадовать? Как настроиться на позитивный лад? Как тебе повысить настроение? Кушать побольше сладкого. Пить витаминки. А вы пьете? Да. И кушаете сладкое? Да. Пить какао под пледом, под теплым. Хорошо. А вы идете куда, в магазин? Да. За вкусняшку? Да. Ну давайте, давайте.